В послании госсовету на 2014 год глава Чуваши отметил, активная, трудолюбивая, ответственная сельская молодежь получила реальную возможность самореализоваться, обрела уверенность в завтрашнем дне. Ощутив результаты своего труда, владельцы личных подсобных хозяйств делают следующий шаг в своем развитии. Создают на базе личных подсобных хозяйств фермерские хозяйства. В помощи не только удача, но и государственная поддержка. Продукция, выпущенная из сельхозтоваропроизводителями Чуваши в прошлом году, оценивается в 35 миллиардов рублей. Год оказался достаточно удачным. Обошлось без природных катаклизмов, урожайность зерна составила 530 тысяч тонн, или на треть больше 2013 года возросло производство молока и мяса. С 2012 года на территории Чуваши действует комплекс мер по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноуческих ферм. И помощью государства уже воспользовались. 151 крестьянское фермерское хозяйство и 16 семейных ферм. Мы планируем закупку 21 головы племенного молодняка. Эти готовые к осеменению в пределах около 400 килограммов. Для решения этого проекта у нас работает Россельхозбанком, кредит оформляется. На господдержку могут рассчитывать не только начинающие, но и уже состоявшиеся фермеры. Формы самые разнообразные – это и гранты, и субсидирование процентных ставок по кредитам, и компенсации. Последние, к примеру, очень поддержали производители молока в 2013 году. В 2014-м в общей сложности сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям было выплачено 2 миллиарда 430 миллионов рублей, из которых более полутора миллиардов – средства федерального бюджета, остальные – республиканские. На этот год все имеющиеся направления господдержки сохраняются. Более того, в республиканском бюджете предусмотрены новые направления – гранты на укрепление материально-технической базы строительства семенных заводов и модернизацию селекции семеноводства. Кроме того, проектами распределения субсидий на 2015 год, подготовленными Минсельхозом России, Чувашии предусматривается около 150 миллионов рублей на поддержку племенного животноводства, производства молока, элитного семеноводства и восстановления садов. Предполагается, что на этот год господдержка составит около 2 миллиардов рублей, но, возможно, эта сумма увеличится.